Я тебе даже расскажу очень смешную историю, о которой практически две истории очень смешные, о которых умалчивала индустрия, но о которых я знаю. Ты можешь их рассказывать как свои, тебе будет это очень интересно. Мы сейчас их всем расскажем. Да, история номер один была банально проста, но фантастически интересна. Трейдеры, они бухают, что они делают там? Это очень хороший вопрос. Я надеюсь, что наше интервью пойдет в таком ключе. Бухают, торчат и все остальное. Ты знаешь, у нас... И правда ли то, что мы смотрели фильм «Волкс Уолл Стрит»? Да, 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 абсолютно. То есть так и есть? «Волкс Уолл Стрит» это немножко другая тематика. Это люди, которые по-простому обманывали других людей. Это изначально как бы... Там, наверное, первая часть фильма правдивая, а остальное все... Нет, 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 нет. Там все правда. Этот фильм это чистая правда. В 90-е годах, в 80-е годы и 90-е годы была развита очень эта тема, да, когда людям продавали по-простому воздуху. Эта действительно тема была очень развита в ходе до 96-го, до 97-го года, пока не стали сажать повально людей просто в тюрьму за это. Я тебе даже расскажу очень смешную историю, о которой практически две истории очень смешные, о которых умалчивала индустрия, но о которых я знаю. Ты можешь их рассказывать как свои. Тебе будет очень интересно. Он сейчас их всем расскажет. Да, история номер один была банально проста, но фантастически интересна. Значит, один, я не помню его имя, фамилию, человек придумал такой вид сервиса. То же самое, как Белфорд в «Волкс Уолл Стрит». Он сделал гораздо хитрее. Белфорд звонил по телефону и предлагал людям заранее фуфло. Эти ребята разгоняли другие. Они разгоняли акции. Как они разгоняли акции? Они брали только дорогие районы. Средние и дорогие районы. Здесь статистика работает о том, что 80% американского населения в той или иной степени инвестирует в рынки ценных бумаг. То есть практически каждый американец либо на работе, либо в пенсионном фонде, он инвестирует деньги. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшее. Что сделали эти ребята? Во всех дорогих районах все прекрасно знают, что любой человек обязательно как-то участвует на стакт-маркете. То есть каждый практически человек. А если, например, у меня члены моей семьи, и у меня у всех есть счет. И у сына, и у супруги, и у меня отдельные счета. У ребенка вообще два счета есть. Один счет пенсионный, я ему когда-то положил деньги, а второй счет школьный. То есть деньги откладываются на образование. Так вот, очень интересная история была. В дорогих районах, тогда, это были 90-е годы, не было мобильных телефонов, на автоответчиках оставляли сообщения. Предельно простое. Содержание следующее. Привет, Наташа, это твоя подруга Келли. Если ты помнишь, я в свое время встречалась со стакт-брокером. И помнишь, когда-то там, три месяца назад он мне рассказал про одну акцию. Я там вложил 10 тысяч долларов, заработал 100 тысяч долларов. И вот недавно он мне позвонил и рассказал про эту акцию. Я тебе звоню, если ты типа хочешь заработать. И тут же поднимались колоссальные объемы. То есть люди до такой степени были жадные. Ну и наивные. Да, я не буду их называть. Да, и наивные, это естественно. Но скорее всего, жадность, она порождает наивность. Нельзя сказать там глупые или тупые. Человек не проверял. И в это же время начинались подниматься обороты. То есть они знали, когда шел шквал звонков, они разгоняли эти акции. Даже такая ситуация называется, есть в Америке даже такой стиль торговли, называется pump and dump. То есть разогнать, потом скинуть. Да. Они зарабатывали колоссальные деньги. Просто колоссальные деньги. Это было первое столь. Человека потом, когда поймали там, схема обмана было там порядка 250-300 миллионов долларов. По сути дела, как бы там такая завуалированная вина была, была отлично раскрученная схема. А вторая схема была просто шикарной. Значит, в Америке есть большое количество телефонных операторов. И чтобы переключиться на телефонного оператора, обязательно нужно согласие хозяина квартиры. Что сделала одна фирма? Значит, они фирму назвали hold. H-O-L-D. Подождать. И когда они звонили клиентам, это была зарегистрирована телефонная компания. Они говорили, can I switch it on hold? То есть, могу ли я вас переключить на hold? Ну и люди говорили, да. То есть, могу ли я вас поставить в режим ожидания? Человек говорил, да. Его переключали. Его переключали на компанию, ставили очень высокие тарифы. У человека по-простому снимались все деньги. То есть, видишь, я тебя могу чем-то удивить даже. Гениально. То есть, да. то есть, Белфорд был, может, один из первых, там, может, не самых известных, но и потом это начинает мигрировать, это начинает мигрировать в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах и переходит на разные другие. Субтитры сделал DimaTorzok